Для приготовления нам потребуется килограммовый кусочек мяска, понадобится кусок сыра, 3 луковицы и 3 помидора. Также нам понадобится майонез и мой самый главный ингредиент горчица американская. Приправы и соль по вкусу. Нарисаем мясо кусочками и отбиваем его молоточком. Лук нарезаем кружочками, помидоры нарезаем кружочками, сыр натираем. Подготовили, отбили мясо, нарезали кружками лук. Такая вот толщина у нас примерно. И теперь лук хаотично выкладываем на поддон. Сверху на лук выкладываем отбитое мясо. Так хорошо его раскладываем. У нас получилось 12 кусочков. И сейчас мы их разместим на противне. Сверху насыпаем соль по вкусу. Равномерно рассаливаем. И добавляем приправы. Приправы у меня смесь перцев. Теперь, друзья, главный ингредиент горчица. Опять же, каждый накладываете по своему вкусу. И я люблю побольше. И равномерно размажем по кусочкам мяса. И теперь добавляем майонез. И так же его размазываем по кусочкам. Сверху выкладываем помидоры. И все это ставим в духовку на 240 градусов минут на 25. И через 25 минут будем смотреть по готовности. Что мясо немножко пустит свой сок. Помидоры отдадут свой сок. И его придется нам слить. И потом уже посыпать сыром. Прошло 25 минут. Как видите, мясо и помидоры пустили свой сок. Теперь мы этот сок выливаем. И после того, как выльем сок, посыпем сыр сверху на помидорки. Слили сок. И теперь насыпаем сыр. И теперь убираем в духовку минут на 5. Не более того. Как сыр расплавится, можно будет доставать. Прошло 7 минут. И наше мясо полностью готово. Теперь накладываем в тарелки и начинаем пробовать. Как видите, все очень хорошо получилось. И теперь попробуем. Попробуем мясо. Насколько вкусное. И попробуем омлет. Мясо мягкое. Вкусное. Со вкусом горчички. И очень вкусный, друзья, омлет. Рекомендую приготовить. Я надеюсь, вам очень понравится. И вы не разочаруетесь в блюдах. До новых встреч, друзья. Всех благ вам и вашим близким. Субтитры создавал DimaTorzok